Итак, исходное положение, если брать оздоровительные столбы, условно разделяется, это когда ноги положение фронтальным и боевые, полуфронтальные, как боевой стук, похожи на кокуцу. Сейчас мы берем оздоровительный раздел, хотя и там, и там база боевая, оздоровительная, она перемешана. Слегка сгибаем колени чуть-чуть, так, чтобы комфортно открыть суставы, то есть не надо сильно сгибать, как в японских источниках, и написано, они сидят сюда, еще внутрь колени. Теперь почувствуйте, как вы можете на краешку стола как будто присесть, то есть бедра немножко увези назад и коснуться пятой точки стола, а после этого немножко центр тяжести вперед перемести. Вот как еще попробовать объяснить, посмотрите, есть у Казуми еще одно упражнение, когда он поднимал руки и опускал, помните, медленно вот это поднимание. Так вот, я не смогу поднять руки, если будет сильное сопротивление одними дельтами, если я не буду так укореняться и подседать. У меня как раз в этот момент формируется вот эта подсадка, поясница, вот эти вещи. Я более наглядно покажу сбоку для вас, посмотрите. Видите, я собираю тело, да, и сюда. И вот эта сборка, это и есть положение столба с этой стороны. Вот я поднимаю, у Казуми это четко можно слить и опуская. Вот он делает упражнение, и у него видно вот это, как работает тело и ноги. Он немножко укореняется, подседает, немножко вот формирует вот этот уголочек, но почти незаметно. Это я сделал специально, что видели, а реально вот она будет. Совсем чуть. То есть только опытный взгляд увидит, что я делаю. Чем отличается внутренняя работа, это не набор приемов, ее почти не видно, все внутри происходит. Опытный человек может, ага, есть. Вот как у Аямы сейчас еще раз лишний раз смотрел, как тенсия работает, там иногда почти не видно. А я вижу, как у него стопы, как бедра работает, все это есть, присутствует. А обычный человек не увидит, что он там делает. Так вот, вот это положение, когда вы поднимаете руки, я сразу включаю поясницу, я чувствую, что я руки держу всем телом. Точнее не держу, а они как будто висят в воздухе.